Я наивный такой парень, простой, полагал, что компания говна, и я закончилась тут, и уже дорожка вылезла, это же система, ребят, она работает только на уничтожение, никакого благоустройства, вот шикарная была дорога, теперь вместо этой дороги, видите, то есть система, чем ближе к коллапсу, тем неадекватнее. Кстати, я выложил «Остров Урал» на Бусти, ролик, это одно из первых моих видений, ярких, четких, причем оно двухсерийное, поэтому я выложил первую серию, вторая серия, я ее пока не озвучиваю, потому что там, ну, как бы, реальный, скорее про социум, да, боюсь, как бы, совсем люди, блин, воспримут меня, как писателя фантаста Ефремова, который написал «Час быка», скажут, ну, Юрьевич подался фантастом, Ну, я, понимаете, я предвидеть будущее и быть фантастом, две разные вещи, да, то есть я реалист абсолютный, я берусь только за те вещи, которые реальны, поэтому, собственно, реальная попытка предупредить, чем это все заканчивается. Вот я много раз говорил про эту систему, вот смотрите, что она сделала, видите, срач такой, дождь у нас чуть-чуть стихлил всю ночь. Спасибо, кстати, всем, что, кто вчера меня поддержал, особенно Степану с Воронежа, Степан, большое спасибо. И вот, видите, была тут остановка, теперь вот, все дальше и сочнее. И пошли раскапывать туда, то есть в продолжение темы, да. Ну, я хочу сказать, что вот эти раскапывания-закапывания при 7-бальном толчке, они уже мало чем помогут инфраструктуре. Это типа проход для людей оставили. То есть можно сколько угодно в низине, которая будет затоплена, перекладывать всякие трубы, асфальт ковырять, вместо того, чтобы строить населенные пункты и базы, как говорится, куда люди будут переходить, переселяться, затапливаемых вещей в горах хотя бы на сотни, 100-120 метров высотой, благо тут гор Сопок дофига. Нет, вместо этого вот этот вот маразм, потому что здесь можно воровать деньги, короче. Деньги можно воровать, видите, и вот продолжается все крушение. Ну, к осени, я сказал, что к осени даже к земле не закончится. Вот мы это видим все. И туда, за горизонт. Да хорошо, что улица кончилась, а то бы еще раз долбали. Вот такое вот. Ну, конечно, все для людей, все включено будет в тарифы повышающие, все ЖКХ, без этого никак. Ну, а я пришел, я вот сейчас забегу в магазинчик, куплю банку тушенки. На речку не знаю пойду, нет, не знаю, короче. Сейчас спрошу, сколько укроп стоит. Головка чеснока, полтинник, пучок укропа, полтинник. Вот, поддержал я местных производителей, дачников, потому что стольник стоит билет до дачи. И как бы смысл туда ехать, когда вот оно все. Туда-обратно 200 рублей. Ну, что, пройду по кварталу, я все-таки хочу посмотреть. И заодно сниму кино на речку я не пойду. Ну, я хотел купить шоколадные ботончики, но их тут нету нифига. Шоколадных ботончиков нету. Поход, калории нужны. Ну, потому что шоколад подорожал, поэтому по адекватной цене его скупили. Даже в бушный лежалый. Поэтому придется поискать пару ботончиков. Я знаю, где есть. В другом месте, короче. По жаре они не особо, но для холода, для осени пойдут. И хотел купить еще банку персиков, потому что в жару персики, если сердце прихватит. Самое то, что нужно, компот. С водой размешиваешь один-двук и вперед. Как бы я знаю по себе. Вот приехали работники. Работники, видите, курят, смотрят на ямы. Ну, вся их работа. Это вот россиянская организация производственного процесса. Такая вот. Один бугор. Все пинают, шары катают, в карманах стоят, в трениках такие. Ну, и обязательно, чтобы у самого большого буграджи пяра был. Сейчас уже немодный лексус. И сейчас уже на Поршах Каенах тут раскатывать начали. Причем будете ржать. Порш Каен розового, темно-вишневого цвета. А надо сказать, что такого цвета изначально нет в комплектации. Порш Каена, как меня просветили. То есть он перекрашенный, битый, короче. И это вот можно купить там за 500 тысяч. Вот такого вот. Сейчас покажу цвет. Такого, как капот в машине. Вот такого цвета. Ну, сейчас мне не попадался. Просто на днях я увидел тут у одного дома аварийного. От которого несет с затопленного подвала говно. И вот там Порш Каен. Не, сюда я не пойду. Это пятерочка. Это однозначно баздай. Магазин, где обситывают, где ценники не соответствуют ценам. Где вечно, короче, обманывать пытаются. Так или иначе использовать элементы. Как это называется? Мошенничество и НЛП, короче. Абсолютно скотский магазин. Я схожу сейчас в магазин, где начали опять булочки печь в пекарнях. Вот видите, второй день заканчивается, как дождь. Дождь, кстати, сейчас вот стих. И уже лужи, уже потом. Без всяких наводнений просто. От такого дождя. Ну, дождь не сезонный. Поэтому, видите, все не стекает, все затоплено. Ну, потому что вода во море уже высокая. Канализацию уже не доделали ни хера. С ремонтом дамбы все это подпирает. То есть, видите, ремонт дамбы. Ну, и что ты встала? Ну, куда я пойду? Проедь. Я в сапогах пройду на дорожку. Встала. Где ты права получила? Я что, прыгать буду на забор, блин? Женщина за рулем. Это хуже коровы на льду. Особенно, если она еще уколотая. То есть, это, кстати, одна из причин увеличения ДТП на дорогах. Уколотая. Потому что реакция неадекватная у них. Действия на ситуацию у них. Если раньше водители действовали инстинктивно, рефлекторно, то сейчас они действуют программно. А поскольку программа совсем уже идиотская, то действуют неадекватно. Плюс еще внешние сигналы всякие. Со всех этих вышек. Вон они. Вот тут вышка где-то. Вот она. Вот. Получают. И, соответственно, у них сбоит все это. Сбоит. Кстати, не вижу я что-то. Или не видно стало. Или угол такой. Вот на этом доме вышка убрали. Ролик может длинный получится. Думаю, я как бы вожди снимаю. О, это новое что-то. Вот тут аэробиллиончик списали за эту скамейку. За три скамейки. Три миллиона. Видите? Вот раз, два, три. Не было их. Вот тут опять притопленная побойка. Какие тут бегают крыши, вы просто не поверите. Если снимать, можно фильм ужасов снять. Размером 40-50 сантиметров без хвоста. Я пару раз, причем бегаю днем, ни хера не боятся. Бывает, атакуют голубей. То есть просто людей не боятся. Бывает, что у них когда жирная, здоровая, стукнуть надо там. Хлопнуть камень, потому что она жрет и не отбегает никуда. Если вкусный пакет находит. Это вот безопасная дорога. То есть тут был через школу. Можно было идти, но видите. Здесь сетка с этой стороны. Зимой я показывал, что никуда не убежишь. То есть едут. Да сейчас вот пошибало, слава богу, все. Уехали куда-то трудиться там. Дождь. Я вот все деду вот в таких сапогах. Потому что по-другому никак. То есть зигзагами бегать, весь будешь обрызганный, грязный. Короче, лучше уж в говнах в сапогах и прочее. Сейчас уже Россия сапоги делать перестала. И калоши. Хвастаться нечем. А дроны и автомобили так и не научилась делать. И с пассажирскими самолетами тоже проблема. Не говоря про электронику, авиодику, процессоры, программное обеспечение. Давайте оптимистам про сбой поговорим в интернете. Про электронная херена, целые деньги. Про биткоин и прочую шлягу. Что ох биткоин, ох он как это самое. То есть вот понимаете, как это работает. Система. Я писал, что биткоин это для идиотов как бы. Я остаюсь абсолютно на этих же позициях. Потому что что-то поиметь с биткоином вам просто не дадут. Вы можете иметь биткоин виртуально, но вы его не выведете, не потратите никуда. А кстати, заметьте, реакция правительства РФ на биткоиновые фермы. Казалось бы, они приносят валюту в стране, потребляют электроэнергию. Похер, что они ее потребляют. Они же платят за нее. И объявили врагами. Ютуб, биткоиновые фермы и электросамокаты. То есть все технологии как бы прогрессивные, как бы цифровые. И во время цифровизации. Это парадокс маразма. То есть маразм можно наблюдать вот по такой извращенной логике. Которая логическая никак не вкатывает. Маразмы системы можно наблюдать. И вот поэтому старые маразматики эти хотят, что творят. Которые думают, что они будут пожизненно там сидеть. Хотя им всем уже за 70. Уже шизиком пора на тот свет. Они уже тут в этих энергиях. Но поскольку они потребляют гавах. Ох, ветер начался. Энергию страданий. И просто потребляют энергию финансовую. Отъема неадекватного. Либо отбана. А за эти бабки они себе строят. Как я показал в ролике. Убежище в Крыму. Где-то еще на Алтае. Все для себя. Они думают, что они элитка. Единственное, что как они там трудиться будут. И что будет им дрова рубить. Жрать готовить. Они же не могут дещера. Я не представляю, допустим. Ну, не буду продолжать. Представьте, да? Кого-нибудь. Мишустина, да? Стоит и готовит, короче. На 20 человек еду, допустим. У котла. Шеф-повар. Повар у нас уже был один. Знаем, чем он занимался. Что он готовил. Больные дети. Видите, идет. Сатанинская эта ромбия. С рогами и прочее. Лозунги американские. Дьявольские. Дьяволопоклонники. То есть вот это вот. Система образования. Это как? Традиционные ценности, да? Вернутся. Или религиозные традиционные ценности. Здесь какие-то собаки охеревшие ходят. Ну, конечно, собака не виновата, что она жрать хочет. Виноваты люди. Которые выкинули. Дают возможность ей ходить тут. Так. И в ту сторону. Вот здесь вот должна лужа быть. Сейчас погляжу. Здесь, может, еще ее нет. Вот. Гости России идут. Кстати, как у вас там с чадрами, с параджами обстоят дела? Уже как бы это все? Или пока еще? И борьба тут же с терроризмом, да? С этими. Помните? Взрывались там. Параджах и прочее. Или сейчас слово придумали. Параджах. Тремно, челма. Это. Никабы. Никабы, короче. Такое слово. Типа. Расширяю. На самом деле, внедрение этих слов. Это как бы утверждение, что все так и будет. Так, секундочку. Утверждение, типа, что все это навсегда, надолго, короче. Так, в аптечный пункт надо зайти. Посмотреть витаминчики, короче. Спермбанк. Аптекпункт. Главное название пункт. Не аптека, а пункт. Надо витамин Е посмотреть для сердца. Ну, что я могу сказать? Инфляции нет ни хрена. Только вот эти два цапа уже стоят 90 рублей, а не 75, как они стоили. Месяц назад, когда мне было плохо, я покупал. Благодаря вашим советам, господа. И он стоил, ну, видите, ну, инфляции нет. То есть, прибавило, наверное, 15 рублей. Ну, это типа так. Это из-за дождя, короче. Из-за погодных условий. Вот такие приколы. Да, вот такая реальная, как бы, ситуация. Нет, тут луж пока нет. Лужи только во дворах. Ну, я смотрю лужи на предмет, что я все-таки хотел выехать. Ну, когда ты будешь ехать, и это все будет брызгаться, и все-таки электропривод. Да, и на пол колеса в воде это уже чревато затоплением, короче. Либо хоть колеса заклеены, да, загерметизированы, но все равно. И привод поднят высоко. Нет, здесь пока не течет еще. Течет только на дорожках пешеходных. Ой, как хорошо. Она после жары прохлада, короче. Кайф. В общем, реальность напрягает. Реальность заживает просто людей. Ну, вчерашнее настроение отошло. Конечно, вчера что-то жара накатила еще так. Как бы это... Ну, здесь тоже, видите, все в говнище, все. Какие-то руинах, там вот лужа. Ну, в общем, все в норме, как говорится. Все в говнище, все в норме. Так, ну и что, осталось хлебушка купить. И можно идти обратно к рабочему столу. К рабочему столу. Там меня ждет усилок. О, какие машины ездят. Неубиваемая. Ну, супермашина, что сказать. Пережила уже 60 лет. Машина, ну не 60, 50, а 1,7. Видите, ржавая ласковость. Все как бы. Машина судного дня, короче. Какие диски, да, смотрите, ржавые, блин. Ну, зато типа отечественный автопроб. Зато видно, что человек живет честно. Можно сказать, что водитель этой говнолайбы ржавой. Честнейший человек. Еще и преданный родине. Поэтому нехер ему жить всяких. Воспах, пусть живет здесь. Чтоб он жил на одну зарплату, короче, минимальную. И чтоб он работал до 65 лет, да. Пока не сдохнет. Кстати, вот там в углу самокаты, заметьте, стоят. Никто не едет на них. Потому что как тут можно, какие тут можно самокаты, как тут можно проехать по лужам, по всему этому говничку. Так, ладно, забегаю еще за булочками и пойду по другой улице сейчас снимать. Продолжаем. Ну, я прямо накаркал. Сейчас этот банкомат, короче, который карточки обслуживает, отказался принимать карточку. И вот иду я, радуюсь, что опять лужи кругом высохли. Ну, здесь канава сливная. А с той стороны я проходил, как раз пришлось в сапогах лужу перелазить, короче. Весело. Все, здесь тоже пятерочка, короче. Сюда я тоже не пойду. Ну, здесь пока сухо. Радует, может, вытекло, испарилось. Так, жужжание. Отказался, блин, пробивать. Электронный ум, короче, залупился. Я, наверное, у него на этом, на цифровом плохом сету. Причем уже не в первый раз замечаю, такая херь происходит с карточной оплатой. Зависает. Работников нет, позвать помощника. Ну, здесь тоже сделано изумительно, то есть тоже, что пешеходы ходили по проезжей части, по которой носятся. Причем, благодаря складу, обзор тут узкий. То есть тут, когда фуры стоят, в магазин приезжающий, вообще нихера не видно. Их школа, идут дети, да, и все под колеса. Здесь вот сейчас высохло чуть-чуть грязище. Так, проходим. Тут тоже подсохло немного улицы. Вчера тут лужи были, плавало все. Стрельбы из лука. Ну, здесь как бы каким-то чудом луж сегодня нет. А в прошлый раз я ходил, я вот здесь даже перейти, буквально позавчера приходилось к заборчику убегать. Странно вообще, вода себя ведет. Ой, сейчас как приду, как пообедаю, а у меня там плов со вчера остался. Подышал грязным воздухом. Аппетит не нагулял, но пожрать-то надо. Все вот это вот. Сегодня что-то ворота раскрыли. Хотя каникулы, да, школа должна отдыхать, тут что-то вот пораскрыто все. Логики никакой нет в этом во всем. Стрижей уже не видно. Вот, а, вот они. Вот я говорил про стрижей. Вот летают вверху, уже готовятся к перелету. О, пошли. Вот в этом доме живут. Но их меньше стало. То есть, то их было под сотню штук. Сейчас их штук 10 всего, 20. Живет вот здесь вот. Вместе с вывешившимися птенцами. То есть, даже количество, из-за того, что грязный воздух, количество птиц, и из-за того, что излучение, количество птиц уменьшается. Все меньше и меньше. В общем, прогулка по, как-то я люблю называть, родные говны. Ох, какой репейник. Прогулка по родным говнам в дом несется. Несется. Это переулок. Это не улица даже. Переулок. То есть, тут надо ездить крайне медленно. 25 максимум. Ну, они носятся 60-40. 40-40 это в лучшем случае. 60-80 носится. То есть, жилая зона. Все похер. То есть, когда говорят, откуда этот свинарник весь. Вот типа, ход вот в людях. Или не в людях. Может, это зомби какие-то бесанутые. Бегают. Дорогую паленой водкой, над котой и прочее. Носятся с бешеными скоростями на говно убитых тачках. Ну, такой реал, короче. Завозят чурбалоидов, йоти сюда для ассимиляции. Вот здесь хорошо. Тут деревья. Грязь эту прибивает. Ну, шум, видите, какой. Все равно. Жилая зона. То есть, жужжание. Как автотрасса. Автобан прям. Это еще ничего не пилят пока. Все уже попилили, потому что уже все. Кончились деревья. Пилить нечего. Вот такая прогулочка. Закончилась. Да, видите, здесь тоже лужи, тоже потопу, помойки. Поэтому будущее вполне определено. Тут не надо быть эзотериком, как говорится, охеренно продвинут. И все с этой территорией опережающего развития и президентского внимания. Все с ней понятно. Спасибо за внимание. С вами был Юрий.